Не важно в какой стране ты живешь. Ты винишь во всем власть, правительство. Правительство не дало тебе это, правительство не дало тебе то, а что тебе нужно. Ты меня прости, но разве у тебя нет возможности изучать иностранный язык? Разве у тебя нет возможности читать википедию? Разве у тебя нет возможности зайти не в социальные сети, а в виртуальную картинную галерею? Разве у тебя нет возможности не играть в эти идиотские игры на телефоне, а читать книгу по пути на работу? Разве у тебя нет возможности слушать в машине не попсу, а джаз, блюз? Разве у тебя нет этих возможностей? Или ты думаешь, что правительство должно говорить тебе родное? Ну пожалуйста, прочитай вот эту хорошую книгу, посмотри вот это кино о природе, сделай упражнение на грудные мышцы. Правительство должно устанавливать тебе и твоим детям на телефон приложения, которые развивают, а не оттупляют. Или правительство твоей страны должно находить для тебя в ютубе видео уроки по дизайну, по программированию, по вязанию, не зная чем ты хочешь заниматься. Ты хочешь чем-нибудь заниматься в жизни? Скажи, ты говоришь по телевизору одна пошлость и грязь. Так выключи его. Или мэр твоего города должен прийти к тебе домой и сделать это? Может быть мэр твоего города должен показать тебе, как пользоваться интернетом? Может быть мэр твоего города должен привить тебе вкус в одежде, вкус к хорошей музыке, к хорошему кино? Может быть мэр твоего города должен рассказать, что некультурно материться при детях, харкаться на улице, кидать мимо урна? Не знаю, кто тебе все это должен рассказать и показать? Неважно в какой стране ты живешь, да везде есть пьяницы, наркоманы, грабители, везде. Но разве хоть один президент, хоть одной страны призывает людей вести себя как свиньи? Нет. У тебя есть возможность развиваться. В любой стране. Для этого не нужно денег и не надо себя обманывать. Для этого нужно приложить усилия. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы за тебя это сделали другие. Ты хочешь халявы. Ты не хочешь искать. Ты не хочешь совершать ошибки, прилагать усилия, но так не бывает. Тебе кажется, что другим дается все легко. Да глупость это все. Ты ищешь простой и легкий путь. Ты хочешь работать в большой компании, ездить на дорогой машине, путешествовать. При этом тебе кажется, что тебе это все кто-то обязан. Нет. Неважно в какой стране ты живешь, поверь. В твоей стране могут быть идеальные дороги или разбитые канавы. Да это не изменит ничего, потому что это ни на что не влияет. Правительство может покрасить твой подъезд, посадить клумбы, рассыпать лепестки роз на твоем пути на работу. Но это ничего в тебе не изменит. Если ты никуда не стремишься, если ты не хочешь ничем заниматься, никто не будет тебя переубеждать. Никто не будет тебя упрашивать, да плевать, все хотели. И это нормально. Пойми, первый шаг на пути к чему-то хорошему в твоей жизни, это перестать обвинять весь мир, что он не дал тебе денег, работу, машину, яхту, красоту, талант и понять, что у тебя есть все, чтобы каждый день становиться лучше и чтобы в твоей жизни было все, что ты хочешь. У тебя эта возможность реально есть. В твоем компьютере может поместиться тысячи книг, учебников, сотни музыкальных шедевров, сотни гениальных фильмов. Тебе доступно обучение по любому делу, абсолютно бесплатно и в любое время дня и ночи. Ты можешь найти друзей из любого города и страны. Ты можешь каждый день открывать для себя новые горизонты. Да раньше люди о таком и мечтать не могли. Но запомни, никто не будет заставлять тебя все это делать, потому что ты взрослый и это твоя жизнь и никому до нее нет дела. Никто не будет заставлять тебя выходить на пробежку, никто не будет заставлять тебя открывать книгу, никто не может заставить тебя быть пунктуальным и ответственным. Никто, ни президент, ни мэр, ни представитель объединенных наций, ни кто-либо еще. Пойми, а без саморазвития не будет ничего, в какой бы стране ты ни жил. В Европе, в Америке, в Азии, да хоть на Марсе, везде все одинаково. Залог успеха это работа над собой. И это сложно, да, это каждодневный труд. Детство это когда родители заставляют тебя развиваться, школа заставляет. А взрослая жизнь, когда ты сам должен заставлять себя. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Изучать что-то новое, учиться, ошибаться, расширять свой кругозор и не важно сколько тебе лет, 20 или 60. Через страх, через неудачи, через обиды, через позор, через усталость, через раздражительность, через депрессию, через поражение, через потери, через предательство, через стыд, через стеснительность, через незнание, через препятствия, через завистников, через сплетни, через ненависть, через измену, через болезни, через апатию, через неуверенность. снова и снова ты работаешь над собой и выстраиваешь свою жизнь сам по-другому просто не бывает нет золотого ключика нет волшебного зелья нет магической лампы не смотри у тебя есть выбор продолжать винить весь мир и упустить все в своей жизни либо изменить свое мировоззрение начать думать по-другому признать свои старые ошибки извлечь уроки открыться для нового учиться читать узнавать пробовать и не останавливаться и получить в жизни больше и этот выбор стоит перед каждым и неважно какой стране ты живешь